Прошли экотропой и поблагодарили солнце. Ученые-экологи, сотрудники природных парков и заповедников Югры собрались в Нижневартовске на региональной научно-практической конференции. Ее посвятили 20-летию природного парка «Сибирские увалы». Заповедных территорий в округе насчитывается 25, и в каждой стремятся сохранить уникальную флору и фауну. О том, как удается это сделать, в репортаже Ольги Даукшес. Пожалуй, самым труднодоступным, а потому наименее затронутым присутствием человека в Югре остается природный парк «Сибирские увалы» на северо-востоке Нижневартовского района. За 20 лет проделана огромная научная работа по изучению растительного и животного мира. К слову сказать, более 50% видов всех животных и птиц Югры представлены именно здесь. Сегодня даже идет разговор о том, чтобы сделать это уникальное место туристическим маршрутом «Золотого кольца Югры». Может быть, когда-то в будущем эта нетронутая территория в связи с таким богатейшими красотами и достоянием, скажем так, нашего округа, была как-то более публично, более доступна. Но, наверное, это не в том понимании, как мы себя чувствуем, допустим, на юге нашей страны. Это туризм более такой исследовательский. Студенты, ученые, работники лесного хозяйства и сотрудники всех природных парков Югры сегодня обсуждают, как сохранить природное наследие для будущих поколений. Изменение климата, техногенный фактор, такой как добыча нефти, хозяйственное освоение тайги – все это не может не отразиться на экологии заповедных территорий. Но, кажется, и в этом вопросе можно найти баланс. Образец мирного соседства, природы, коренных жителей, промышленности – природный парк «Нумто» в Белоярском районе. Когда возникает какой-либо вопрос, мы собираемся всем, дружно. Это представители нефтяной и газовой промышленности, мы, как работники природного парка, администрация, коренные жители, проживающие на местах, и обсуждаем. И обязательно приходим к кому-то, либо к ответу, к решению. В силу удаленности посетить Сибирский Увал и гости экофорума не смогли, зато обзорно познакомились с миниатюрой этого природного парка. Кусочек западносибирской тайги с экологическими и туристическими тропами уютно расположился в пригороде Нижневартовска. Визит в центр «Хуторок» – это еще и научно-исследовательский полигон для школьников и студентов. На мониторинговых площадках тут изучают землю, растения, воздух, воду и снег, а дети могут пройти школу лесного туриста. Такая прекрасная территория, есть экологические тропы, на которых есть фотографии животных и птиц, и стоябище хантыское. Пройдя экотропами, участники конференции неожиданно оказались в атмосфере сакрального хантыского праздника солнца. Обряд очищения обязателен, а еще нужно протянуть руки к небу. Именно так ханты благодарили яркую звезду, дарующую тепло, а значит и жизнь им и лесу. С особым профессиональным подходом научные сотрудники посадили аллею молодых деревьев. Ведь для этих специалистов экология – не модный тренд, а принцип жизни. Ольга Даукшес, Андрей Клиницкий, Вести Егория, Нижневартовск.